Уважаемые братья, единоверцы, уважаемые единобожники, рад видеть вас в этом доме из время, за считанные минуты до окончания очередного дня поста. И сегодня хотел бы поговорить с вами об этикете чтения Священного Курана. Что должен делать мусульманин, прежде чем начнет читать Книгу Аллаха? Что должен делать мусульманин во время чтения Книги Аллаха? Итак, приступим. Книга Аллаха – это самое ценное, что не спасал Всевышний Аллах всему человечеству. Книга Аллаха – это прямое руководство и свет, как говорилось на прошлом уроке. И, соответственно, при чтении Книги Аллаха мы должны соблюдать ряд важных условий, либо же определенный этикет. Если мы подумаем над тем, когда мы хотим предстать перед каким-то человеком, например, нас пригласил в гости состоятельный человек, либо же влиятельный человек. Мы одеваем свою лучшую одежду, либо же у нас праздник, встреча. Мы все можно говорить о том, когда мы хотим общаться со Всевышним Аллахом, читая его книгу. В первую очередь человек должен следить за собственным внешним видом, за своей одеждой, за чистотой своего тела и своего сердца. Первый и важный момент, который должен соблюдать мусульманин, а всего сегодня мы поговорим о восьми пунктах. Первый пункт – это соблюдение ритуальной чистоты. Аль-Вуду, Аль-Тахара, Абдест. Когда мусульманин хочет читать Книгу Аллаха, то и желательно совершить малое омовение. Не обязательно, подчеркиваю, желательно. Если же он хочет прикоснуться к Курану, к мусхафу, то у него обязательно должно быть это ритуальная чистота, это малое омовение. В Куране говорится «Ля я массугу илляль моттахарун» – к нему не прикасаются никто, кроме очищенных. Хотя относительно смысла этого аята среди ученых существуют разногласия, некоторые говорят, что здесь речь идет об ангелах. И это правильное толкование, что подразумеваются ангелы, которые прикасаются к Курану, который записан на небесах, и они очищены. Соответственно, только они могут прикасаться к нему. Но также не будет противоречием, если мы скажем, что здесь подразумевается и наше прикосновение к Курану в этой жизни, как сказала в этом большинство ученых. И это толкование подтверждают слова посланника Аллаха, который сказал «Ля я массу ль мусхафа илляль тахар» «Ля я массу ль курана илля тахарун» «Пусть к Курану не прикасается никто, кроме очищенного». Этот хадис подтверждает один из смыслов аята, о котором мы говорили раньше. Следовательно, если человек хочет прикоснуться к Курану, взять его в руки, то ему обязательно нужно быть в состоянии ритуальной чистоты. Если у него ее нету, то он должен пойти и совершить омовение. Если же он хочет читать Куран, то весьма желательным и похвальным действием будет являться наличие этого ритуального омовения. Второй пункт, который очень важен для каждого из нас – это просить у Аллаха защиты от шайтана. Во всех ситуациях, во всех делах, во всех начинаниях мы должны стараться обращаться к Аллаху с этой просьбой. Как говорилось на одном из первых уроков, что шайтан очень близок к человеку, ближе, чем мы себе представляем. И шайтан в любой момент может повлиять на нас. Сегодня ты сильный верующий, крепкий, стойкий, а завтра ты подскользнулся. Никогда не нужно себя чувствовать в безопасности от козней шайтана. Именно поэтому Всевышний Аллах нам во многих сурах напоминает о том, чтобы мы просили у Аллаха защиты от шайтана и от его влияния. И одним из важных видов поклонения перед чтением Курана мы также должны попросить у Аллаха защиты от шайтана. Всевышний Аллах говорит в Куране «Файда кара'атал Курана фаста'идбиллях минас-шайтанир-радим». Когда ты будешь приступать к чтению Курана, то попроси Аллаха защиты от проклятого шайтана. Третий пункт, дорогие братья, это произнесение Басмали, слов «Бисмилляхи ррахмани ррахим», что в переводе на русский язык можно перевести как «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». Следует отметить, что Басмаля, по одному из мнений ученых, по более сильному мнению, на мой взгляд, не является аятом из Курана, но она была также ниспослана, как отдельный разделитель между сурами. Кроме одной суры, кроме суры «Ат-Тауба», «Покаяние». Все остальные суры начинаются с Басмали, с этих слов «Бисмилляхи ррахмани ррахим». Если ты приступаешь к чтению Курана у мусульманин, то обрати внимание, если сура, если ты начинаешь читать Куран с начала суры, например, сура «Аль-Хляс», сура «Аль-Фаляк», сура «Ан-Нас», то нужно прочитать Басмалю. Если же ты начинаешь с середины суры, либо же не с первого аята, например, начинаем читать Куран с аяту «Аль-Курси», суре «Аль-Бакара», то в таком случае не нужно произносить «Бисмилляхи ррахмани ррахим». Обычные люди часто говорят «Ауду билляхи мина шейта и раджим бисмилляхи ррахмани ррахим» и начинают читать. «Бисмилляхи ррахмани ррахим» – произносить, если это не начало суры, то этого не нужно произносить. На это хотел обратить ваше внимание. Четвертый важный этикет при чтении Курана – это читать Куран тортилем. Аллах в Куране говорит «Вараттиля ль-Курана тортиля», обращаясь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейху асалям, что означает «И читай Куран соразмеренно». Некоторые переводят это как «читать Куран нараспев», но это не совсем правильно, потому что петь Куран тоже не является похвальным действием. Либо же излишне усложнять голос или украшать его слишком, что уже может, как говорится, перейти все границы, это также не является похвальным. Читать Куран нужно не так, как прозу, не так, как стих, но и не так, как песню. Приблизительно посередине. Без излишних отягощений голоса. Каждый аят должен быть прочитан в первую очередь правильно, в соответствии с таджвидом. Как передается это Али, да будет довольным Аллах, что такое таджвид? Таджвид – это три вещи, три составляющие. Это правильно произносить букву, правильно останавливаться, то есть в нужных местах правильно останавливаться на окончании аятов и тянуть столько, сколько нужно. Если нужно тянуть две хараки, то две хараки. Если тянуть четыре, то четыре. Если шесть, то шесть. Например, в последнем слове Сура Аль-Фатиха, «Валя-ддол-лин». Слово «дол-лин» тянется шесть харакатов. Какие-то харакаты тянутся четыре. Длительность четыре хараки. Какие-то две и так далее. То есть если мы будем соблюдать эти две вещи, три вещи, подчеркиваю, правильное произношение букв, второе – правильная остановка в нужных моментах и правильная длительность чтения этих букв, то по сути мы соблюдаем таджвид. Все кроме этого, это может являться желательным, либо же наоборот нежелательным и так далее. Вот три эти момента нужно помнить. То есть читать Куран в соответствии с тартилем, соразмеренно, не так, как обычная речь, но и не так, как песни какие-то, нашиды и так далее. Нет. И в то же время соблюдать при этом таджвид. Это четвертый пункт из пунктов этикета чтения Священного Курана. Пятый пункт – это украшать свой голос. То есть по мере возможности человек должен стараться украшать свой голос, потому что он читает книгу Аллаха, книгу своего Создателя. И если он читает Куран, особенно для себя, для души или перед людьми, то стараться это делать как можно лучше ради Всевышнего Аллаха. Если же человек заучивает какой-то аят, ему нужно больше сделать акцент на количестве повторений аята, то тут, конечно же, он уже не соблюдает это правило. То есть украшать свой голос, читать соразмеренно. Он просто повторяет. 100-200 раз повторить какой-то аят, он с вами останется практически навсегда. Но если же вы читаете для себя, либо же с другими людьми, то тут нужно украшать, стараться как можно лучше, лучшим голосом читать Куран. Шестой пункт. Это очень важно, что сегодня мы видим, как многие люди читают Куран и не обращают внимания на окружающих людей. Иногда мы можем читать Куран, а рядом с нами отдыхает человек. Либо же мы читаем его не в подходящем месте, либо недостаточно громко, что может мешать окружающим людям. Этого делать ни в коем случае нельзя. Нужно учитывать время и место, и обстоятельства окружающих людей. Потому что человек может быть уставшим, может быть сонным. И он любит книгу Аллаха, но в то же время ему мешает ваш голос. Он может либо постыдиться вам об этом сказать из-за любви к книге Аллаха, а может сквозь сон что-то плохое сказать. Не дай Аллах на книгу Аллаха и так далее. Вы станете этому причиной. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание, где, как, каким образом вы читаете книгу Аллаха. Если это кружок по чтению Курана, где все читают громко, и принято читать Куран, так скажем, перебивая друг друга и так далее. Каждый читает, сосредоточившись на своем отрезке Курана. То в таком случае проблем нет. Но если вы находитесь в том месте, где это может помешать окружающим, то обратите внимание. Если ваше громкое чтение может повредить окружающим, то в таком случае лучше читать тихо, так, чтобы слышать самого себя. Этого будет абсолютно достаточно. И также хотелось бы в этой связи упомянуть хадис посланника Аллаха, саллилаллаху алейкум ассаллим, который сказал, когда услышал, как сподвижники читают Куран ночью, в ночной дополнительной желательной молитве, он услышал, как они громко читают Куран. И это мешает окружающим, то есть другим же сподвижникам. Тогда он сказал, саллилаллаху алейкум ассаллим, куллюкум юнадираббаху, фааля яджхару баадукум аля баад. Каждый из вас обращается к своему Господу. Каждый из вас обращается к своему Господу. Так не повышайте же ваши голоса друг перед другом. Не нужно пытаться громче перекричать и так далее. Соблюдайте середину, так как ислам – это религия середины, бескрайности и чрезмерства. Ведь Аллах в Куране сказал, укадали ка джа'альна ком уммата уасата. Таким образом мы сделали вас средней общиной, бескрайности. То же самое касается и чтения Священного Курана. И седьмой, можно сказать, самый важный пункт из этикета чтения Книги Аллаха – это размышлять над Книгой Аллаха. Как ни странно размышлять, и это касается всех из нас, кто владеет арабским и кто арабским не владеет. Все по мере возможностей. Ведь Аллах в Куране сказал, «фатта-куллаха мастафатум» – «бойтесь Аллаха по мере своих возможностей». Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей. И также следует обратить внимание на то, что Книга Аллаха – это тот клад, который нам дал Аллах. Не просто так. То есть, Куран был не способен не для того, чтобы он стоял на полке, не для того, чтобы не в качестве украшения, а в первую очередь как руководство для жизни. И если человек будет просто читать эти буквы, то это хорошо. Это уже поклонение. Но этого недостаточно. Не ради этого был неспослан Куран. Куран был неспослан как конституция для всего человечества. как тот рычаг, который регулирует все системы жизнедеятельности человека. Начиная от поклонения и заканчивая простыми вещами. Начиная от сферы человеческой, когда человек упорядочивает свою жизнь. И также, когда это касается государственного устройства, как экономическое, социальное и различные другие системы. Это нужно помнить. Поэтому без размышления человек не сможет достичь ту цель, ради которой был неспослан Куран. Вы спросите, как размышлять тем, кто не знает арабский язык. Естественно, можно прочитать перевод Курана. Хотя это не будет подобно Курану, но это хотя бы даст вам приблизительное представление о том или ином смысле Курана, аяте Курана. Те же, кто знают арабский язык, они должны по мере возможности понимать, что говорится в Куране. И неправильно будет сказать, что Куран он только для ученых, что только ученый может читать и понимать Куран. Это неправильная позиция. Это позиция тех отклонившихся течений, либо же сект, которые хотят отдалить мусульман от книги Аллаха. Нет, в Куране есть определенные приказы и запреты, определенные вероубеждения, которые понятны всем, простым людям. Не обязательно быть для этого ученым. Например, самое важное, что есть в Куране, это единобожие. Аллах говорит в Куране «Я создал людей-джинов только для того, чтобы они мне поклонялись». Это понимает каждый, даже ребенок пятилетний, даже пожилой человек, даже не мусульмане понимают, что главный стержень Курана это единобожие. Также и другие приказы и запреты, для понимания которых не нужно обращаться даже к ученым. Например, запретность прелюбодеяния, запретность ростовщичества, обязательность молитвы, обязательность хиджаба для женщины. Все это очевидно из Курана. Это может понять любой, и знающий, и не знающий. Но есть темы, которые нуждаются в размышлении, в дополнительных знаниях, конечно же. И эти темы это сфера, в которой могут и имеют право отвечать только обладатели знаний. Как Аллах говорит в Куране, фасалю ахля дзикри ин кунтум ла таламун. Спросите же обладателей напоминания, если вы не знаете. То есть спросите знатоков Курана, знатоков Ислама, если вы сами не разбираетесь. И это очень важно. Когда простой человек признает свое несовершенство и, как говорится, свою гордость отставляет назад и спрашивает. Это нормально? Это правильно? Поэтому подведем итог. В Куране есть те вопросы, которые очевидны для каждого из нас, для простых людей. И также есть вопросы, которые нуждаются в разъяснении со стороны ученых, обладателей знаний. И это был седьмой пункт, на котором я хотел бы завершить. И попросить у Аллаха, чтобы дал нам читать книгу Аллаха, понимать ее правильным пониманием. И читать книгу Аллаха не только в Куран, не только в месяц Рамадан. Не быть из тех людей, которые вспоминают об Аллахе только в месяц Рамадан, которые молятся только в месяц Рамадан, читают книгу Аллаха в месяц Рамадан, соблюдают пост только в месяц Рамадан. Нет. Просим у Аллаха. Я первый, кто обращаюсь к Аллаху с этой просьбой, чтобы сделал меня и всех нас, братья, из числа тех людей, которые в полной мере понимают книгу Аллаха, читают и, самое главное, живут в соответствии с ней. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.